Добрый день, уважаемые коллеги! Мой доклад сегодня при поддержке компании BioCAD о применении биоцезума по лекарственной терапии пациенток с раком яичника. Всем уже хорошо известный препарат биоцезума статистически значимо увеличивает время до прогрессирования как в первой линии терапии, так и при лечении платиночувствительных рецидивов рака яичника, что было доказано в ходе клинических исследований, ГОК-218, Айкон-7 и Ушенс. Сейчас, уважаемые коллеги, приглашаю вас принять участие в интерактивном опросе. Пациентка 53-х лет после неоптимальной рецидивной операции по поводу рака яичника в 3-й стадии гистологический и серозный аденокарсином Альгрейд, Берсей и Дикитив. Какова тактика вашего дальнейшего лечения? И 4 варианта. Коробоплотин по клиток СЛ-6 циклов с дальнейшим динамическим наблюдением, коробоплотин по клиток СЛ-6 циклов с аллопорибом в поддержке, коробоплотин по клиток СЛ-6 циклов, далее динамическое наблюдение, либо коробоплотин по клиток СЛ-6 циклов, и далее Бива Цезумаков в поддержке. Голосование сейчас запущено у нас. И вот результаты ответов аудитории. Большинство 55% за карбоплотин по клиток СЛ-БИВАЦИЗУМАП, 18% коробоплотин по клиток СЛ-БИВАЦИЗУМАП 6 циклов динамическое наблюдение, и 27% за второй пункт коробоплотин по клиток СЛ-6 циклов, а лопориб в поддержке. Значит, рассмотрим первый клинический случай. Пациентка М27 лет. В апреле 2019 года у пациентки появились боли в нижних отделах живота, купировала приемы НПВС и медицинской помощи не обращалась. В связи с ухудшением состояния в августе 2019 года была госпитализирована бригада скорой медицинской помощи в дежурное гинекологическое отделение. В отделении при ультразвуковом исследовании органов малого таза выявлены двусторонние опухоли яичников, выпад в малом тазу. Уровень ИСА-125 составлял 117 единиц на миллилитр, АШИ-4,77 пикамоль на литр. Также в отделении выполнена функция заднего свода влагалища, цитологическая картина, прорифицирующая опухоли яичника. Был купирован болевой синдром, пациентка направлена в онкологический диспансер города Мурманск. 14 ноября в условиях диспансера выполнена оптимальная циторедукция, гистологически верифицированная серозная G1 аденокарцинома low-grade правого яичника с прорастанием правой маточной трубы, метастазами в левый яичник, серозную оболочку матки и левой маточной трубы, микрометастазами в стальнике и трехтазовых лимфатических узлах. Гистологический материал был направлен на молекулярно-генетическое исследование, в адевантном режиме проведено 6 стеклов плотиносодержащих химиотерапии с января по июль 2020 года в сочетании с биоцезумабом и в июле 2020 года при контроле МРТ малого таза признаков рецидива заболевания не выявлено. К уровню со 125-5,6 единиц на миллилитр в консилиуме врачей Мурманского онкологического диспансера было рекомендовано проведение терапии биоцезумабом в поддерживающем режиме. На данный момент пациентка продолжает получать антиангиогенную терапию, переносит ее хорошо, способно и при оценке динамики картина стабильна, признаков прогрессирования не выявлено на данный момент. Следующий клинический случай. Пациентка М, 70 лет. В январе 2017 года пациентка отметила появление боли в нижних отделах живота и поясничной области за медицинской помощью обратилась в апреле в связи с отсутствием положительной динамики на фоне приема аналитиков. При ультразвуковом исследовании органов малого таза в апреле 2017 года выявлено опухоль правого яичника 9 см и минимальный асцит. Уровень ИСА-125 составлял 309,11 на миллилитр, а шли 4,388 пикамоль на литр. Сопутствующие заболевания артериальной гипертензии и сахарный диабет 2 типа. 11 июля 2017 года в условиях онкодиспансера города Мурманск выполнена первичная оптимальная циторедукция. Гистологически верифицирована сирозная G2-денокарцинома правого яичника 10 см с прорастанием капсулы, сальник, маточный труб или яичник без метастазов. С августа по декабрь 2017 года проведено 6 циклов химиотерапии по клетоксилкорбоплатин и далее регулярно посещал онколога бурманского онкологического диспансера. В сентябре 2019 года при контрольном осмотре отметила появление боли в нижних отделах живота. По данным инструментального и лабораторного обследования выявлено рецидив заболевания. Уровень СА-125-209,1 мл, АШ-4-150. По результатам МСКТ грудной клетки брюшной полости малого таза именно 2019 года выявлено метастатическое поражение пароэтальной брюшины, брюшейки толстой кишки, метастаз в заднем дуглазе, многочисленные увеличенные забрюшины и подвздошные лимфатические условия. С ноября 2019 года по февраль 2020 года проведено 5 циклов химотерапии по клетоксал-карбоплотен в сочетании с терапией бивоцизумабом. И после второго цикла был выполнен контроль компьютерной томографии, где была отмечена положительная динамика за счет регресса метастатических очагов малого таза и явления канцероматоза в дружине брюшейки. Однако сохранялись увеличенные забрюшины и подвздошные лимфоузлы. Значит, на шестой цикл химиотерапии пациентка не явилась. При дальнейшем обращении, также через консильный врачей, было рекомендовано продолжить терапию бивоцизумабом амбулаторно в поддержке. На данный момент она продолжает терапию бивоцизумабом в поддерживающем режиме. МСКТ в мае-августе 2020 года картина стабильна. Значит, уровень ИСА-125 в июне 7,58 единиц на миллилитр, в сентябре 2020 года 8,34 единиц на миллилитр. Передосить терапию хорошо, пенсионерка не работает, признаков декомпенсации по сопутствующей патологии не выявлено. И третий случай. Значит, пациентка 49 лет, в июне 17 года отмечает появление интенсивных болей в кинжных отделах живота, в связи с чем обратилась за медицинской помощью по месту жительства. При ультразвуковом исследовании малого таза выявлено множественное жидкостное образование яичников, очковое образование при летании брущей, заподозренное заболевание яичников. Уровень СА-125 и 1250 единиц на миллилитр. 30 июня 2017 года в диспансере города Мурманск выполнена оптимальная циторедукция, гистологически верифицированная деметриотная аденокарцинома G3 обоих яичников с метастазами в связках матки и в большом саднике. Выполнен первый цикл одевантной химиотерапии по клетоксел-карбоплотин и на фоне лечения была выявлена опухоль левой молочной железы. В сентябре 2017 года выполнена трепан-биопсио опухоль левой молочной железы, гистологически верифицирован на низкодифференцированный рак со скерозным ростом, возможно, дольковый. По результатам гистохимического исследования выявлен статус рецептора эспрогена-2, рецептора фрегистерона-0, фер-2, нео-1+. Далее проведено 5 циклов химиотерапии, из них 3 цикла по клетоксел-карбоплотин и 2 цикла доксорубицин-карбоплотин. В марте 2018 года выполнена радикальная мастектомия к мадену слева, гистологический инвазивный G2-рак молочной железы неспецифического типа 1,5 см, с хорошо выраженным лечебным патоморфозом, гитостазов в региональных лимфоузлах не выявлено. Проведено еще 2 цикла Детоксел-карбоплотин и далее планировалось в сочетании с биоцезумабом и далее планировалось продолжение терапии биоцезумабом в поддержке, однако в связи с отсутствием препарата пациентка была оставлена под динамическое наблюдение. И, значит, таким образом она у нас состоит на учете прилично множественной синхронной рак рак ливой молочной железы 1-я стадия и рак яичников 3-я стадия комплексного лечения 17-18 год. В феврале 2020 года у пациентки появились жалобы на нарушение стула, боли в животе. При обследовании по результатам МРТ и цитологического исследования выявлен рецидив рака яичников. Гистологический материал от июля 17-го года после первичной циторедукции был направлен на молекулярно-генетическое исследование выявленного мутацией Берсии. Пациентка была направлена в инвестиционкологию имени Петрова с целью решения вопроса о возможности повторной циторедукции. В мае 2020 года проконсультирована и 19-го на 6-го 2020 года выполнена повторная полноциторедукция в условиях НИИ Петрова в Санкт-Петербурге. И гистологически выявлен рецидив тубоавариально-сирозных карциномых high-grade в строймешеке марки в виде узла 2 см и в стенке кишки в виде узла 3 см. Также выявлены метастазы в двух из трех параректальных лимфоузлах, края резекции прямой кишки и остальные лимфоузлы без опухолевого роста. В условиях Петрова, НИИ онкологии, НИИ Петрова проведен первый цикл апоклитаксио-кробоплотин. Далее пациентка вернулась в Мурманск и продолжает курсы химиотерапии. На сегодняшний день проведено 5 курсов. Планируется 6-й с последующей терапией парапонгибитором Аллапари, учитывая адреси и мутацию. И в заключении своего доклада хочу предложить вам еще один интерактивный опрос. Пациентка в 60 лет с диагнозом рак яичника в 3-й стадии. Гистологический тип опоклесироз найдено карцинома хайгрейд. Комплексное лечение по декабрь 2018 года. Выполнялась неоптимальная циторедукция. 6 циклов химиотерапии и коробоплотинопоплитоксал в сочетании с терапией биоцизумаба. Прогрессирование зарегистрировано в октябре 2020 года канцероматоз, брюшин и астит. Какую бы тактику лечения выбрали для этой пациентки? Платинно-содержащая химиотерапия 6 циклов с динамическим наблюдением. Платинно-содержащая химиотерапия в сочетании с биоцизумабом 6 циклов, далее биоцизумаб с аллапарибом в поддержке. Платинно-содержащая химиотерапия в сочетании с биоцизумабом 6 циклов, далее динамическое наблюдение. Либо платинно-содержащая химиотерапия Далее логари в поддержке. И у нас есть результаты голосования. Большинство аудиторий за второй пункт платиносодержащая химиотерапия плюс биоцезумаб. И дальше поддержка алопарип. 20% за платиносодержащую химиотерапию биоцезумаб и дальше наблюдение. И 10% платиносодержащая химиотерапия дали алопарип в поддержке. На этом заканчиваем свой доклад. Спасибо за внимание. Продолжение следует...